Как сон прошли два столетия. Петербург, стоящий на краю земли, в болотах и пусторослях, грезил безграничной славой и властью. Бредовыми видениями мелькали дворцовые переворота, убийства императоров, триумфы и кровавые казни. Слабые женщины принимали полубожественную власть. Из горячих и смятых постелей решались судьбы народов. Приходили ражие парни с могучим сложением и черными от земли руками и смело поднимались к трону, чтобы разделить власть, ложа и византийскую роскошь. С ужасом оглядывались соседи на эти бешеные взрывофантазии. С унынием и страхом вынимали русские люди бреду столицы. Страна питала и никогда не могла долста напитать кровью своею петербургские призраки. Петербург жил бурливо-холодной, присыщенной полуночной жизнью. Фосфорические летние ночи, сумасшедшие сладострасные и бессонные ночи зимой. Зеленые столы и шорох золота, музыка, крутящиеся пары за окнами, бешеные тройки, цыгане, дуэли на рассвете, в свисте ледяного ветра и пронзительном завывании флейт, парад войскам, перед наводящим ужас взглядом византийских глаз императора. Так жил город. Последние десятилетия с невероятной быстротой создавались грандиозные предприятия. Возникали, как из воздуха, миллионные состояния. Из хрусталя и цемента строились банки, мюзик-холлы, скеттинги, великолепные кабаки, где люди оглушались музыкой, отражением зеркал, полуобнаженными женщинами, светом шампанским. Спешно открывались и горные клубы, дома свиданий, театры, кинематографы, лунные парки. Инженеры-капиталисты работали над проектом постройки новой, невиданной еще роскоши столицы неподалеку от Петербурга, на необитаемом острове.